Да, всем привет. Я в Дубае, у меня новая камера для влогов. Осталось только научиться говорить нормально. Да, я поменял 50 баксов, это мой дневной бюджет на сегодня. Да, в Дубае это, наверное, так много будет, как у нас. Как вы поняли, да, у меня новая камера. Ой, у меня новая камера. Я еще с ней толком не разобрался, надеюсь, все нормально будет. И, ну, сейчас главное это разобраться с Дубаем. А мне все жарче и жарче. Ну, ладно, шапку тоже сниму. Так, вот, я сейчас нахожусь, это аэропорт, здесь я вышел. И вот метро. Половину пути я уже прошел. Изи. Так, а вот и метро. Довольно сложно. Если я хочу сделать один день карту, как? 22. 22? Окей. И когда я пойду, как много времени? Нет, ты можешь идти на все места, где ты хочешь, чтобы идти до ночи, до вечера, до вечера. Окей, so, only one day, yes, and... But tomorrow you can recharge it again, to use it for a full day only. Only one? Yes, one. Вот, кстати, и деньги. Очень непонятные. Но здесь хорошо хоть в английском написано. Сколько это? 8. Thank you. Угадайте, какая купюра? Сколько это? А вот это у них автобусная остановка. А ну-ка. Ааа, как свежо. Не знаю, можно ли здесь переодеваться, но я очень хочу одеть шорты. Ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже не буду вспомнить, что дальше я еду в Кении. Да, куда же еще? Именно поэтому мне пришлось взять много всего в ручную кладь, потому что я, опять же, не уверен, что мой багаж опять-таки не потеряется. Да, и получается, с одной стороны, я хочу гулять по Дубаю налегке, но с другой стороны, мне нужно взять вещи в Кении. Поэтому мне получилась такая большая ручная кладь, где много еды и какая-то форма для тренировок. Хотел сказать, что дорога в таком формате проходит намного легче, потому что я вот сначала полетел одну ночь в Киеве в Дубае, потом целый день заспаляю, ляю, отдыхаю и потом опять ночь в Найроби. Да, конечно, спать было не очень приятно, но зато сейчас могу отдохнуть в Дубае. Блин, из этого ветра приходится много что перезаписывать. Опять? Нет, нет. Пора это все уничтожать. Что-то у меня есть. Сыр, мясо, хлеб, яблоки, бананы, блинчики. И вот эти куда я. Вот помню, смотрел видосы Усачева, где он говорил, что в Дубае нереально жарко. Я думал, что это не так. Я думал, что он слабак, но реально солнце просто бешеное. А вот сзади меня находится самое высокое здание в мире, если что. Вот это. 828 метров. Та-та-та-та. И здесь практически нет людей, которые ходят пешком. Реально, вот единицы. Вот куча машин, да, но пешком практически никто не ходит. Идешь так странно. Может это... Может это потому, что очень жарко на улице? Меня больше напрягает мой рюкзак. В аэропорту он весил 8 килограмм. 8,5. Сейчас где-то 10, потому что там штаны, кофта, курточка. Ладно, пора заканчивать эту серию. Уже вот сколько? 7 часов вечера. Я буду потихоньку двигать в аэропорт. Но перед этим еще хочу сказать, что на путешествие необязательно должно идти много денег. Даже в Дубае. Да, самое главное, конечно, это дорога. Но лететь с Киева в Дубае сейчас не так дорого. Сейчас давайте открою в скайсканере и посмотрим. Что-то у нас вертолет летает. Мешает мне. Киев, Дубай. Пятое туда. Назад 7 апреля. Сифлай Дубай. Вот, 260 баксов. Это туда-назад. А насчет уже самых расходов здесь, в Дубае. Вот даже я планировал, что потрачу где-то, ну, 50 долларов. Но, правда, конечно, я думал, что я пойду на эту вышку. Ну, вышку. Что я пойду на этот небоскреб. Господи, Бурж Халиба. И там вход минимум стоит 30 долларов. Это самый минимальный билет на 128 этаж. Из 160. Но, как вы поняли, я туда не пошел. И в итоге, получается, я потратил где-то чуть больше 11 долларов. Ну, грубо говоря, 300 гривен. День в Дубаях на 300 гривен. Да, здесь море, пляж, все так по-богатому. Много русских, кстати. Но мне реально понравилось просто бродить по городу, как какой-то бродяга. Ладно, я буду уже идти в аэропорт. Так что, всем пока. Ладно, я тут не удержался и купил фруктовый салатик. Цена 10 арабских мани. Я купил, потому что как раз потратил всю мелочь. Так бы я его не покупал, мог бы обойтись. М-м-м. Мог бы обойтись, реально. Блин, это яблоко. Я думал, это что-то подороже. Да ну. Да что, реально все яблоко. Яблоко. Даже яблоко. Они, конечно, хитрые. Здесь просто сверху один кусочек киви. Сколько? Пять или шесть виноградин. Клубника просто порезана на четыре кусочка. Все, все остальное это яблоки. За три доллара за нарезку с яблок. Я надеюсь, что бананы будут. Вот, меняю деньги назад в доллары. Продолжение следует... bitte загружать. Субтитры сделал DimaTorzok